Приветствуем вас на канале Istanbul Dream City. Если вам нравятся наши видео, не забудьте поддержать наш канал своими лайками и подпиской. Несколько месяцев назад нам в комментариях задали вопрос. К сожалению, дословно комментарий я не помню, поэтому допростит меня автор вопроса озвучу суть. Как так получилось, что современная Турция гораздо меньше по территории, чем во времена Османской империи? Почему столько земель было потеряно? Я обещала рассказать, почему же так получилось. Этот вопрос интересовал меня очень давно, и я сама задавалась им не единожды, изучая историю страны. На этот счет у меня есть свое мнение, которое сложилось после многих лет изучения истории Османской империи. Но вряд ли мои умозаключения понравятся всем. Тем более, что они расходятся с общепринятыми мнениями и стандартами. Поэтому я предлагаю вам сложить свое мнение на эту тему. А я в свою очередь расскажу вам историю правления каждого султана Османской империи с момента ее образования. А вот уже все выводы вы сможете сделать сами. Конечно, более 600 лет существования Османской империи не уместить в одном видео. Поэтому сделаем серию видео на эту тему. А начать я предлагаю вам с образования Османской империи. Вернее, с правления того, чьим именем империя была названа. Итак, сегодня мы находимся с вами в городе Бурса. Это первая столица Османской империи. Отправляемся мы с вами в место захоронения Османа Газии. Основателя Османской империи. И именно о нем сегодня и пойдет речь. Но прежде чем мы начнем наш рассказ об Османе Первом, хочу привести слова Колина Имбера из его книги «Легенды об Османе Газии». Он говорит в книге о том, что вся история раннего Османского периода, будь то написанная во времена Османов или уже в современное время, не может быть неопровержимой. Большинство рассказов об Османе являются не более чем легендами, поскольку никаких данных того периода не сохранилось. По сути, это не что иное, как черная дыра в истории Османов, заполнение которой приводит лишь к созданию новой сказки или легенды. На самом деле, все, что касается Османа Первого и его жизни, начало появляться в записях Османского периода примерно в XIV-XV веках. Особенно этому вопросу уделял значительное внимание Мехмед Второй Завоеватель, пытаясь восстановить происхождение рода Османов и придать ему, так сказать, особых голубых кровей. Мы же воспользуемся с вами различными источниками и посмотрим, что сохранилось об Османе Первом в истории. Ну и про легенды, конечно же, с вами поговорим. Датой рождения Османа Первого историки называют ориентировочно 1258 год. Точное имя матери Османа Первого неизвестно. Историки предполагают, что ею была Халиме Хатун, но данных о ее происхождении или вообще хоть какие-либо документальные подтверждения о ней отсутствуют. Отцом Османа Первого был Эрту Грул, но и о нем в истории практически ничего нет. А факт того, что именно он был отцом Османа Первого, подтверждают найденные монеты времен Османа, где и присутствует надпись, что монета отчеканина Османом, сыном Эртурула. В середине XVIII века впервые была высказана теория, что Осман не было именем, которое получил основатель Османской империи при рождении. Приводились разные варианты его имени. Как утверждали исследователи того времени, имя Осман появилось позже, уже во время его правления, и он сам выбрал для себя это имя. На эту тему существует много споров, но только насколько они сейчас могут быть принципиально важными, если учесть, что империя им основанная просуществовала более 600 лет, и все ее знают как Османская империя в честь основателя. Так что даже если когда-нибудь и будет доказано, что это не имя, данное при рождении, вряд ли это как-то повлияет уже на события Османской империи. В современной же Турции Осман Первый почитаем и по сей день. Рядом с его мавзолеем в Бурсе выставлен почетный караул. Кстати, в день съемок мы попали как раз на смену караула. Довольно интересное действие. Очень хотелось бы его оставить вам с оригинальным звуком, но в день съемок было очень ветрено, и из-за этого практически ничего не слышно в записи. Но сам процесс, как происходит смена караула, вы можете видеть на видео. С Игорь Негода. Маталин Аталин Аталин Уллу, Святой Алиена Су, Осман Гази, Святой Параз, Святой Петель, Святой Параз! а 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 Существует две версии, когда именно Осман стал вождем племени. Да, именно вождем племени, поскольку ни империи не было, ни территории и султаната уж тем более. По одной из версий, в 1281-1282 годах отец Османа Эртугрул умер. По другой версии, Эртугрул был очень стар и передал власть Осману, а умер через 7 или 8 лет. По мнению историков, Эртугрул умер в возрасте за 90 лет, что по тем временам, как вы понимаете, большая редкость. Но в любом случае, перешла власть к Осману после смерти отца или при его жизни уже не имеет значения, поскольку советом старейшин в 1281-1282 годах Осман был избран вождем племени. В те времена именно так избирался вождь. Осман не был единственным сыном у отца, но вот притязаний на власть со стороны его братьев не было. Впоследствии большая часть родственников Османа погибнет во время завоевания территорий, но без своеобразной борьбы за власть не обошлось. Османа поддержала большая часть старейшин племени, но были в племени и сторонники его дяди, Дюндара. Сам же Дюндар прекрасно понимал, что поддержка у Османа достаточно весомая, поэтому выбрал условное перемирие. Но тем не менее, напряжение в племени присутствовало, а выступление Дюндара против решений Османа о завоевании было расценено последним как попытка подорвать авторитет вождя, что и стало причиной того, что Осман выстрелил в дядю из лука. Так и произошло первое кровопролитие в династии Османов. Не было в то время ни Мехмеда II, ни его закона о братоубийстве, а предпосылки этого закона начали формироваться еще на этапе зарождения Османской империи. Получив власть, Осман не придерживался политики отца о мирном сосуществовании. Он направил свои усилия на завоевание территорий. От отца Осман получил в управление территорию ориентировочно 4800 квадратных километров, а вот на конец его правления, его сыну в управление перешла территория в размере 16000 квадратных километров, то есть границы владений были расширены более чем в три раза. В начале правления Османа I его племя не исповедовало ислам. Именно при Османе I был принят ислам его племени. О том, что послужило причиной этому, есть легенда, описанная в так называемых снах Османа. Известно, что Осман был знаком с шейхом Эдебали. Однажды он был гостем в его доме. Перед тем, как Осман отправился спать, шейх принес в комнату гостя Коран. Книга заинтересовала Османа, и почти до утра он читал Коран. А когда уснул, то во сне увидел ангела, предрекшему ему и его наследникам славу, могущество и почести. Проснувшись, Осман принял ислам и обратил в ислам все племя. Это изменило и стратегию завоеваний. Теперь все набеги на земли основывались на борьбе с неверными и на так называемой идеологии Газии. Это не единственный сон Османа, пророчивший ему и его потомкам мировую известность. По легенде, все в том же доме шейха Эдебали Осман увидел свой сон, предсказавший образование Османской империи. Ему приснилось, что он лежал рядом с шейхом Эдебали. Полумесяц поднялся из груди шейха, он рос. И когда стал полной луной, опустился в грудь Османа. Потом из его груди выросло дерево. Это был плантан. По мере того, как плантан рос, он покрыл тенью своих ветвей весь мир. Люди приходили в тень этого дерева, в тени которого находились горы и реки. Ветер подул, поворачивая листья дерева в сторону города, который походил на сверкающий бриллиант на стыке двух морей и двух земель. Он напоминал драгоценный камень кольца, окольцованного так, словно это была огромная страна, окружающая весь мир. Проснувшись, Осман поведал свой сон шейху, который сказал ему, Осман действительно взял в жены дочь шейха и, как мы все знаем, стал основателем Великой Империи. Есть версия, что именно в то время родилась традиция своеобразной коронации, которая называлась опоясыванием мечом, и что именно шах Эдебали опоясал мечом Османа. Но никаких данных и записей по этому поводу нет. А первое упоминание о опоясывании мечом Османа датируется периодом правления Мурада II. Завоевание территорий и расширение Бейлика привело к тому, что ориентировочно в 1299-1300 годах Осман I объявил о независимости своего Бейлика. Как происходили эти события в истории достоверных данных нет. Но факт того, что он начал печатать свои монеты, в пятничном намазе стали упоминать его имя, он ввел первичную систему налогообложения и сформировал органы управления территориями, остается фактом. Некоторые историки говорят о том, что на самом деле независимость Бейлика была объявлена ранее, лет на 8. Стратегия завоеваний, выстроенная Османом, помогла расширять территорию Бейлика и делала Османа все более популярным среди соседей. Но последней победы на своем пути завоеваний Осман так и не дождался. Долгое время он осаждал город Бурсу. Но как этот город пал, Осман так и не увидел. Захватил его впоследствии уже его сын. Точной даты смерти Османа I нет. Историки называют период последней четверти 1323 года, первой четверти 1324 года. Но в настоящее время принято считать годом его смерти 1324. Официально у Османа I было две жены – Малхун Хатун и дочь шейха Эдебали Рабия Бала Хатун. Есть версия о том, что была и третья жена, которую Осман выкрал еще в молодости и женился на ней. Но никаких упоминаний о ней не сохранилось. У Османа было шесть сыновей и одна дочь. Что самое интересное, красивая легенда о сне Османа и его потомках немного дала сбой. Поскольку наследником и преемником после смерти отца стал не сын дочери шейха Эдебали, а сын Малхун Хатун. Но на то они и легенды. Вот таким был первый правитель Османской империи. Как вы понимаете, султаном он не был. Да и империи как таковой тогда еще не было. По сути, Осман Первый был правителем Османского Белика. Конечно, многие исторические факты того времени достоверно неизвестны. Но даже та часть информации, которая доступна нам в наше время, может позволить сформировать себе представление о том, как зарождалась Османская империя. Следующим правителем после смерти Османа Первого стал его сын Архан Первый. Но это уже совсем другая история, которую мы расскажем вам в ближайших наших видео. Если вам понравилось наше видео, не забывайте лайк, подписка, колокольчик. Благодарим вас за поддержку нашего канала. Субтитры создавал DimaTorzok